Добрый вечер. Магические цифры 2104 у нас на студийных часах, а это значит, что в эфир выходит программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Эфир у нас сегодня литературный, и поэтому начнем мы по-гоголевски. К нам едет «Ревизор». Если точнее, к нам едет «Амазон». Американский сайт, который всем вам, конечно, известен, портал, магазин, интернет-магазин, amazon.com, теперь официально будет представленный в России, будет у него российское представительство, будет вестись торговля частью, вот мы поговорим конкретно более подробно, частью каких продуктов, какие продукты будет предлагать «Амазон». Хотя я думаю, что сейчас уже многие из вас заказывают книги с американского, британского или немецкого «Амазона», книги, музыку, видео и так далее. Это можно делать сейчас в России. Что это все значит для книжного рынка? Что это значит для будущего чтения как такового, для будущего книги как таковой? Где мы будем покупать книги и какие книги мы будем читать в ближайшие годы? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. У нас так очень хорошо распределилось. От издателей у нас Михаил Иванов, совладелец издательства «Ман Иванов и Фербер». Добрый вечер, Михаил. От продавцов у нас Михаил Осин, озон.ру, руководитель цифровых продаж «Азона». И от критиков и, можно сказать, от читателей Лев Данилкин, регистраторный обозреватель журнала «Афиша». Добрый вечер, Лев. Ну, может быть, первый вопрос — взгляд из индустрии. Вы вообще рады приходу «Амазона»? Это открытие рынка или это создание какого-то мощного, конкурентного такого пространства? Мне кажется, для разных участников рынка, может быть... Да-да, Михаил. Может быть, разная ситуация. Для нас это дополнительный канал дистрибуции. Чуть-чуть поближе микрофон сделайте. Да-да. Да, для разных участников рынка это может быть совершенно разная ситуация. Для нас, как для издателей, это дополнительный канал дистрибуции. И это хорошая новость, потому что дополнительная серия для наших читателей, еще один канал, значит, больше будет продаваться книг. Михаил Осин. Абсолютно согласен с Михаилом. Я считаю, что приход «Амазона» — это хорошая новость для книжного рынка. А не конкурент для вас прямой? Дело в том, что, да, с одной стороны, конкурент, но рынок цифровых книг в России, он сейчас находится в довольно-таки сложном, сильно незрелом состоянии. Большинство пользователей активно читают пиратские книги. Не хватает здоровой конкуренции, не хватает выстроенного рынка, сервисов, а самое главное — ассортимента. Поэтому я очень надеюсь, что приход «Амазона» заставит в том числе многие издательства, которые еще не успели задуматься о дистрибуции, именно цифровой, задуматься об этом. И ассортимент цифровых книг вырастет. Я добавлю еще немного. Например, на «Азоне» сейчас примерно 20 тысяч цифровых книг, ассортимент российских на русском языке. Это сколько процентов из, скажем, полное количество книг у вас? Да, при этом количество печатных именно русскоязычных книг — 240 тысяч наименований. То есть разница на порядок. 20 из 240 тысяч. Да, да. Поэтому я очень надеюсь, что рынок только от этого выиграет. «Амазон» что, только электронные книги будет продавать? Он бумажные книги не будет? Исходя из нашего опыта, потому что мы все-таки в первую очередь являемся продавцом физических товаров, физических книг, печатных книг, да, он выйдет именно с цифровыми книгами. Потому что, чтобы наладить здесь правильную дистрибуцию печатных книг, это очень долгая, продолжительная и непростая работа, которая даже у крупного игрока может занять не один год. Лев, а как вы считаете, почему «Амазон» пока не собирается продавать печатные книги? Во-первых, мы не знаем об этом прямо на 100% точно, что он действительно не собирается. Поэтому проще разговаривать про какой-то идеальный «Амазон», который торгует всем, да, как это делает американский или английский «Амазон». Скорее всего, конечно, первый этап будет это продажа цифровых книг, потому что для этого, собственно, ничего, кроме сайта и движка, ничего не нужно, да. Чтобы продавать физические книги, там, в Владивостоке, нужно в Владивостоке построить терминал складской, чтобы книга, которая заказана, не знаю, там, 15 мая, 16-го оказалась у жителя Владивостока. Ну, я думаю, что раз они сюда, в принципе, сунулись, то это очень хороший знак, действительно, в какой-то момент им будут помогать здесь, я думаю, потому что это выгодно всем. Вообще, это вот действительно даже в случае таких прямых конкурентов, как в случае «Азон», я думаю, даже на круг, даже им это выгодно, не говоря уже там о издателях и читателях, просто потому что, когда приливная волна приходит в гавань, она поднимает там все корабли, да, там, по разным причинам, вот этот прилив, все, все получат какое-то благо. И главное, вот для, это важно еще, действительно, для, даже в случае, значит, цифровых, цифровых, только книг, действительно, люди будут приучаться, там, читать их и платить за них, да, я не уверен, что это хорошо, но это факт, потому что «Амазон» — это такой инструмент престижного употребления, да, это круто, как бы, да, покупать, покупать книжки на «Амазоне», условно говоря, круче, да, чем просто скачать их на «Флебусте». Поэтому хорошая новость для всех. А сколько сейчас, вот понять вообще, как распределен рынок, вот, скажем, расторонить Россию и США? Вообще, сколько процентов книжного рынка торгуется через интернет в России, Михаил? Там сложная оценка, я думаю, что в среднем, наверное, меньше одного процента. Меньше одного процента? 99% люди покупают в книжном магазине? Да. А в Америке какие цифры? В Америке это порядка 25% уже. Люди покупают в цифровом виде, но Америка уникальная рынка. Подождите, сейчас я говорю не в цифровом виде, а просто рассылка книг, покупка книг, бумажных книг через интернет. Процентов 10, наверное, нет. Я просто не очень понимаю. Вы имеете в виду, сколько книжек продается в интернет, бумажных книжек продается через интернет? Да. Процентов 10-15 продается через интернет. Ну, понятно. И 1% это цифровые книги. Да, среди них 1%. Мне кажется, в Америке процентов 5-7, наверное, цифровых. Ну, это мы про Россию. А в Америке сколько через Амазон, вообще через интернет заказывается книг? Я не знаю, но... Ну, больше половины, может быть, даже. Там все-таки интернет-торговля быстрее развивалась, чем у нас. Нет, ну, там настолько гигантские обороты, судя по тому, как, я не знаю, Барнс и Нобел борются, судя по тому, что Болджерс вышли из игры пару лет назад. Правда, много, процентов 40 где-то. Это растет каждый год. У меня такое ощущение, что около половины книг в Америке заказывается через интернет. Так что вот в этом отношении у нас, конечно, непаханное поле, и то, что приходит Амазон, это просто культивирует все это поле. Ну, а какие главные здесь проблемы? Что вы видите? Инфраструктура российская, то, что вот Лев сказал, невозможно терминал во Владивостоке построить. Невозможно, но долго. Невозможно за неделю выстроить. И невозможно притащить туда сотни тысяч книг, чтобы мы там лежали. Но, в принципе, возможно, со временем. Михаил, а вы как, как вы, как Озон справляется с проблемой российской инфраструктуры? Понятно, что в Москве приезжает курьер там за 200 рублей или что-то, он доставляет эту книгу. А что происходит вообще? Почта России? Я как раз хотел сказать, что сложно обсуждать планы Амазона, поэтому можем просто посмотреть на примере Озона, как это происходило. Озону в этом году исполнилось 15 лет. Вот. Мы прошли огромный путь. И только там последние несколько лет мы можем с уверенностью утверждать, что мы там полностью покрываем практически всю нашу страну. У нас собственные пункты выдачи, собственная доставка, а других вариантов у нас нет. Потому что Почта России, например, она, да, является нашим хорошим партнером, нашим крупным партнером. Это недорого, и она доставляет вообще в любую точку, в любое село, в любой населенный пункт, но долго. Вот. Поэтому интернет-магазины вынуждены выстраивать свою доставку. А в Америке, например, такого нет. То есть Амазон этим вообще не занимается. У них нет такого опыта. У них этим занимаются федеральные службы доставки, которые делаются хорошо и доставляют в течение одного-двух дней. Да. Поэтому, конечно, им развернуться в России не так просто. И мы можем там долго обсуждать, когда они сделают, как они это сделают. eBay, например, все-таки же пришел в Россию и активно здесь разворачивается. Но это совсем другой мир для них. Ну, там же очень сложно с eBay. По-моему, можно платежи только через PayPal, да, делать на eBay. И там вообще даже невозможно, если ты продал что-то, свои деньги получить невозможно. Можно только как бы получить бонусные очки, некие бонусные деньги, на которые ты что-то на eBay же можешь купить. Я в любом случае думаю, что у eBay основная проблема — это даже не сколько оплата, потому что российские продвинутые пользователи, они давно уже знают, как все это делается. Есть, да. В сети я видел механизмы обналичивания. Основная проблема — это почта, доставка, таможня. Я вот лично заказывал недавно на eBay, ну как недавно, несколько месяцев назад, и так мне ничего не пришло до сих пор. Ну да, так что в этом смысле понятно, почему Amazon начинает с электронной дистрибуции, с цифровой книги. Но вообще вот я хотел бы шире посмотреть здесь, не просто поговорить о том, как это наш рынок оживит, а вообще как феномен Amazon, ведь это безумно же интересная вещь. Это один из флагманов всей интернет-экономики. Да, весь этот эффект длинного хвоста, вот этот лонгтейл, продажи книг, которые иначе никто бы никогда не купил и не узнал бы об их существовании. То есть это в этом отношении, конечно, мне кажется, Amazon — невероятно важная вещь. Типа Google или там Apple и так далее. Да, я еще немного добавлю. Да, и в принципе, Озон в России работает по этой же модели. У вас же специально, да, названо, как некое-некое такое, вы сознательно шли на такое клонирование? Ну да, да, и какое-то время Amazon.ru ввел на Озон, то есть мы не скрываем. А, вот так. Да. Это по согласованию как-то с Амазоном это было согласовано? Я не знаю, как это было сделано, но это было в самом начале. Это в 15 лет назад. В 90-х годах. Вот. И это плюс интернет-магазина, потому что полки интернет-магазина не ограничены. И в том же самом Азоне есть все, что издавалось за последние несколько лет. В обычном магазине такого нет. Другое дело, если мы говорим о цифровых книгах, то здесь, конечно, ситуация посложнее. Их просто нету легальных. То есть нету там прав на огромный ассортимент. И пока это сильно тормозит рынок, потому что те же самые пираты готовы предложить намного больше ассортимент, чем белые. Вы имеете в виду российскую ситуацию? Да, да. Ну да. Но мы еще поговорим о пиратстве российской ситуации. Я хотел все-таки еще раз остановиться на Амазоне, чтобы, я думаю, наши слушатели догадываются, но, может быть, собственно, не все знают, что с Амазоном, с моделью Амазона. Ведь они, по сути, первые создали вот эту действующую бизнес-модель. Есть такая книга по экономике, называется The Art of Selling More or Less. То есть, да, вот в этом длинном хвосте вот этого парэта распределения получается, что большинство людей покупает очень маленькую номенклатуру книг, да, вот какие-нибудь бестселлеры вышли, которые около кассы лежат, и, собственно, они такими массовыми объемами продаются. А если ты хочешь купить какую-то, так сказать, редкую вышедшую там пару лет назад книжку, то ее никогда не достанешь. И вот интернет-магазин дает возможность докопаться до этих книг, потому что вот у него бесконечный, да, бесконечная книжная полка, бесконечный каталог и минимальные транзакционные стержки для доставки этого каталога. И вот так, собственно, и получается. Вы знаете, у нас звонок есть, напомню, в связи с этим наш телефон студийный 651099,6, код Москвы 495. И, напомню, нет, сорвался звонок. Ну, в любом случае, напоминаю, этот телефон 651099,6. Звоните нам и скажите, ну, собственно, ваши, покупаете ли вы книги через интернет? Какие вы видите в этом плюсы и минусы приобретения книг через интернет? 651099,6. Вообще, вот, кажется, снова вот этот звонок. Нет, срывается у нас. Вообще срывается у нас этот звонок. Я хотел еще больше поговорить. Ведь это же не только бесконечная книжная полка и бесконечный каталог, да, Амазон. Это же и возможность публиковаться. Ведь у Амазона есть свои какие-то публикационные возможности. То есть человек может выложить свое произведение, минуя диктат крупных издательств и редакторов. Лев. Не штука, конечно, по нынешнему времену опубликоваться. Мы живем в эпоху, когда не просто графомания, а когда вот эти self-published авторы, они перестали третироваться как такие пари-изгои в издательском мире. Сейчас, как бы наоборот, может быть престижнее оказывается издать себя самому, потому что раз ты делаешь так, значит ты соображаешь чего-то и в состоянии сам за себя постоять. Амазон просто дает такую площадку, да, какую-то колоссальную, когда будет гораздо большей вероятности, что твои стихи прочтут, если это, то сборник будет выложен на Амазоне, пусть даже за символическую цену, чем там на, не знаю, на сайте стихи.ру. Да, и в этом смысле это тоже, конечно, тоже, конечно, хорошо, потому что вообще, вообще, когда чем больше люди пишут, чем больше люди, не знаю, читают, продают, тем больше, вот как бы интерес, интерес общества к чтению возрастает. И Амазон, как это, вот, может быть, последний такой колоссальный инструмент, который в состоянии вывести индустрию не просто на, там, повысить какое-то количество процентов или спасти рынок от падения, а вывести на новый виток. В том числе за счет вот этого потенциала вот этих авторов, которые сами все издают. Сама-самопубликация. Да. 65, 10, 99 и 6. Галина на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот я сейчас как раз услышала свою тему, которая меня затрагивает. Я вообще очень люблю писать в интернете, так сказать, свои произведения опубликовывать. И знаю, что легко их и напечатать. Вот. Но мне кажется, проблема в том, что люди или умеют пользоваться интернетом, или не умеют. И все. И вот все, чем они отличаются. А ваше мнение. Понятно. Понятно. Спасибо. 65, 10, 99 и 6. Юрий на линии. Алло. Добрый вечер. Да. Здравствуйте, Юрий. У меня вот такой как бы вопрос и предложение. Я тоже сталкивался с тем, что книжку, там, вышедшую 2, 3, 4 года назад, практически невозможно найти. Но есть какое-то количество там сайтов, где какие-то, не знаю, книжные жучки или кто. Каким-то образом, в общем, эти книги у них можно купить. Я даже несколько раз встречался в метро. Там стоит человек такой рюкзачком, набитый вот этими книжками. У меня предложение такое к Азону, как бы. Сейчас есть такие цифровые машины у многих производителей, которые на заказ, ну, просто сразу печатают готовую книжечку с обложечкой. Да, там не идеальная, может быть, красивая будет обложка. Но это такой принтер, который сразу имеет брошировщик и делает готовую книжечку. Когда-то, несколько лет назад, 5-7, в компьютерном журнале я читал о том, что кто-то там будет запускать проект, книжки на заказ, действительно там в любое количество можно было... Ну, не у нас, в Америке. Да. Вот что с этим обстоит дело? То есть допечатать в одном экземпляре какую-то нужную книгу? Ну, да. Принт-демант это называется. А имеется в виду, вот есть некий автор, вот он как бы пользуется этим сервисом, там, 10 книг продаст, 10, 100 так 100. Ну, это может длиться несколько лет. Ну, понятно, да. Да, интересно ли это Озону, и как это на Западе с этим обстоит дело? Спасибо, Юрий. Михаил. На Озоне это есть, у нас есть поставщик, который так называется печать по требованию. У него есть собранные права на реализацию такого рода книг. И пользователь Озона может выбрать, заказать эту книгу, она действительно печатается специально для него под заказ с обложкой, и мало чем отличается от обычной книги. Это интересная, востребованная модель, и она растет так же неплохо, как и из... А стоимость такая же, как и оригинального издания? Примерно так же, там чуть-чуть, может быть, дороже, да. Стоит же такая машина, или стояла, по крайней мере, в фаланстере, в этом массовском магазине, что можно приходить с своей флешкой, напечатать все, что угодно, и получить как книгу. То есть это не штука, если по нынешним временам такого рода затея. 65, 10, 99, 6. Арсен на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Есть Минсорсен. Я очень много читаю книг, примерно где-то одну в неделю в среднем. Но это в основном книги аудиоформата. Вот. И хочу дать вам совет, обращать внимание на этот сегмент, потому что в России аудиокниг очень мало. Они есть, но они некачественные достаточно. Особенно целовая литература. И стоя в копках читать их и прослушать, по крайней мере, очень удобно. Понятно, Арсен, спасибо. Ну, я думаю, что как раз вот наша аудитория, Финам.ФМ, вполне такая пользовательская в смысле книг, потому что у меня практически все мои знакомые бизнесмены, и люди, просто ведущие такой очень динамичный образ жизни, занятые каким-то тайм-менеджментом собственным, они очень много книг рекомендуют. Мне говорят, вот в машине прослушал такую-то книгу. Ну, вообще, насколько у нас рынок аудиокниг развит? Михаил, вот Михаила Иванова хочу спросить. У вас в аудиоформате большая часть вашего тиража? В свое время, когда только начал развиваться рынок аудиокниг, может быть, 2005, 2007, 2008 года, была очень большая надежда на них, связанная с тем, что действительно много людей проводят времени в пробках, и слушание аудиокниг, это, может быть, второй активностью. Ты можешь убираться, заниматься спортом и слушать аудиокниги. И тогда многие издатели начали делать довольно много аудиокнижек. Ну, а потом этот рынок довольно быстро умер, потому что умер рынок, связанный с изданием книг на носителях. И сейчас с возникновением нормальных, удобных сервисов по продаже книг без носителей в цифровом виде, этот рынок стал снова возрождаться. И по нашей оценке есть примерно 10% тех людей, которые лучше воспринимают информацию ушами, чем глазами так называемых аудиалов. И они с удовольствием покупают аудиокниги. И мы сейчас наращиваем наш портфель аудиокниг. Практически все наши хиты мы делаем в трех форматах. Мы делаем бумажным, в цифровом текстовом и в цифровом аудиоформате. Потому что мы даем возможность потребителю выбрать в том формате, в котором он сам слушает. Я, например, сам очень много аудиокниг слушаю. И наша дочь, она не расстается с iPad, она слушает книгу за книгой. Я думаю, что вряд ли она смогла бы столько прочитать, сколько она прослушала. Но скорость чтения, конечно, меньшая. И потом опять это может быть второй активностью. Ну да, да, во время. То есть это заполняет твое жизненное пространство через еще один носитель. Ну что ж, напомню, что у нас в студии сегодня литературный обозреватель журнала «Афиша» Лев Данилкин, руководитель цифровых продаж «Азон.ру» Михаил Осин и совладелец издательства «Ман Иванов и Фербер» Михаил Иванов. Говорим мы о том, что Amazon.com пришел в Россию и, собственно, какие наши практики чтения, как это будет менять наши практики чтения и какое будущее вообще ждет бумажные и электронные книги. А пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим мы о пришествии Амазона. Amazon.com теперь официально представлен в России. Можете заказывать ваши любимые книги от знаменитого американского портала напрямую, не из американского его домена, не из британского, не из немецкого, а теперь и в России. Ну, вернее, я так понимаю, что это осуществится вот-вот, да? То есть об этом объявлено, и скоро этот сервис будет запущен. Но пока книги лишь электронные, пока книги лишь цифровые, в цифровом формате. О бумажных книгах речь не идет. Ну, мы немножко поговорили с нашими гостями, а это, напомню, литературный обозреватель журнала «Афиши Лев» Данилкин, руководитель цифровых продаж «Ozon.ru» Михаил Осин и совладелец издательства «Ман Иванов и Фербер» Михаил Иванов. Говорили мы и вообще о феномене Амазона, как он перевернул всю интернет-экономику и вообще создал новые экономические принципы. Ведь Амазон — это история Амазона, это что-то вроде истории Эппл. Первая, как я понимаю, идея, первая программа была написана Джеффом Безосом, владельцем и человеком, который запустил Амазон в гараже в Сиэтле, подобно тому, как Стив Джобс и Ларри Возняк тоже свой первый Эппл собрали в гараже. Так что такая типичная гаражная история западного побережья США. Да, Михаил? Да, совершенно верно. Очень интересная история, как, впрочем, и любая интернет-история, потому что это очень быстро развивающаяся отрасль. Вроде бы совсем недавно не было ни интернет-магазинов, ни социальных сетей, ни геосервисов, а теперь это настолько плотно вошло в нашу жизнь, что тяжело представить, как мы раньше жили без этого. Конечно, у Амазона предшествовал определенный опыт дистанционной торговли в Америке, потому что у нас это было не так сильно развито. На каталоге, собственно. Это уже лет, наверное, после военной Америки вся. Да, совершенно верно. И там люди к этому привыкли, люди привыкли платить карточкой. И, по большому счету, тут просто произошло перемещение с бумаги в веб. Но, конечно, это очень сильно перевернуло ситуацию. Вы знаете, вот я сейчас о чем хочу поговорить, и в том числе наших слушателей подключить к разговору. Телефон на что день, напомню, 651099,6. Это вот та ситуация, что сейчас Амазон начинает с рассылки именно электронных книг. Вот соотношение электронного и бумажного носителя. А как этот баланс, по-вашему, будет меняться? То есть, насколько бумажные книги будут переходить в электронный формат? Вот я хочу Михаила Иванова, издательства «Манда Иванова и Фербера» об этом спросить. Насколько вы готовитесь к переходу из бумажного полностью на цифру? Или таковой не произойдет? Ну, я думаю, что здесь может быть ситуация, связанная с бумажным и цифровым, немножко аналогично с тем, что были сначала сигары, а потом их заместили сигаретой. Или был театр, а потом случилось кино. И там были лошади, и поставили автомобили. Технология развивается, и, безусловно, мне кажется, что доля бумажных книг будет снижаться. В разных сегментах будет происходить по-разному. В сегментах простых текстовых книжек они все больше будут уходить в цифру. В сегментах подарочных книжек, подарочных, красивых альбомов, такие кофе-тейбл-книжки, они все равно останутся, и функция подарка у книги останется. Часть детских книжек останется в бумажном формате, потому что детям, например, не очень хорошо, когда они долго смотрят на экран. Мы нашей дочери не позволяем долго смотреть на экраны. Если посмотреть, что происходит сейчас, то в мире разная ситуация. Спереди прогресса всего, конечно, действительно Америка, и там порядка, тоже по разным сегментам, но в среднем 25% выручки издательство уже получает от продажи цифровых книг. В России, мы, может быть, одни из самых передовых издательств, мы получаем 5% от нашей выручки, от продажи цифровых книг, и этот процент практически, ну, последние несколько лет он удваивался. Вряд ли он там в следующем году будет 10%, но он будет уже близок к 10%. То есть мы видим, что выросло целое поколение людей, выросло или она только состоялась, которые не покупают бумажные книги. Люди, которые живут в городе Соликамске, они быстрее и дешевле купить книжку в цифровом варианте, чем ждать, что она неделю или две недели придет к ним, заказанная даже в очень хорошем интернет-магазине с быстрой доставкой. Поэтому мы видим, что есть целый пласт людей, которые употребляют книги в цифровом виде, и мы стараемся сделать так, чтобы это было удобно с нашими книгами. То есть у нас есть... Понятно. Напомню, телефон на 651099,6. В том числе, вот интересно было это услышать, услышать, как в вашем чтении соотносятся цифровые книги и бумажные. Максим на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я хочу рассказать небольшую историю. Я, в общем-то, как бы... Ну, мне нравится читать, но в основном это профессиональная литература, и я как бы не книголюб, скажем так. То есть по работе приходится много читать, а так, чтобы для себя мало. Ну, я вот был в Америке и купил там совершенно случайно Kindle, вот, амазоновский. И все, это как бы перевернуло мою жизнь. То есть вот эта возможность приобрести какую-нибудь книгу, ну, прям буквально непосредственно с этого Kindle и начать ее читать, это вообще... Ну, то есть для меня это послужило таким рычагом немощным приобретением любви к чтению. Вот. Плюс, ну, вот я полностью согласен с предыдущим комментариям, то, что вот эта возможность прямо сейчас получить книгу, а не ждать ее там, я не знаю, сколько там, день, два, три или еще, куда-то ездить или же ждать курьера, пока тебе привезут эту книгу. Это очень, ну, как бы, положительный факт. Ну, да, особенно в условиях России, да. Ну, в России это, да, действительно, это просто. Вот. И на самом деле, если бы, ну, Озон там или какие-то другие наши интернет-магазины предлагали вот это вот все многообразие бумажной литературы в электронном виде, ну, это было бы просто замечательно. Ну, мне кажется, что, ну, допустим, центральный регион это Москва, там, я не знаю, те, кто пользуется смартфонами, кто читает со смартфона, или там с тех же киндлов, или айпадов, или сейчас еще куча этих, ну, на электронной бумаге книжек, вот, это, конечно, было бы толчком для вообще, вот, ну, распространения книг. Да, спасибо. Спасибо, Максим. Ну, вот тоже, да, интересный вопрос. Насколько после перехода Амазона нас ждет киндлизация России? Ну, я думаю, что революции, скорее всего, такой бурной, как это было в Соединенных Штатах, не произойдет, потому что там рынок цифровых книг, он изначально строился вокруг киндл. Люди начинали читать цифровые книги именно на этом устройстве. В России люди уже привыкли читать на обычных устройствах, которые они покупают в магазине, там, Покетбук и так далее. И просто скачивают туда книги. У Азона был опыт. Мы первыми на рынке три года назад выпустили брендированное устройство, которое называлось Азон Гэлакси, где можно было точно так же напрямую, там, в один или несколько кликов купить и скачать книгу. На основе самсунговского? Это было на основе Оникса. И я могу честно признаться, что это был не самый положительный опыт, потому что, во-первых, три года назад технология электронных чернилов была довольно-таки дорогой, и мы продавали это устройство за 10 тысяч рублей примерно, и мало кто был готов платить тогда такие деньги. А более того, до сих пор люди не понимают, как же так, я купил, потратил деньги, я купил устройство, а я еще и за книги должен отдельно платить. То есть здесь, конечно, должно переломиться немного сознание в голове людей. Ну и самое главное, то, что я уже сказал, и вот как раз отвечая на вопрос слушателя, Азон бы с удовольствием продавал весь существующий ассортимент книг в цифровом виде. Мы просто не можем это делать, потому что у нас нет на это прав. Мы потратили много времени, мы и наши коллеги по рынку, много времени и сил на то, чтобы говорить с издательства на тему того, что они должны выпускать свои книги в цифровом виде. Слава Богу, этот процесс идет. У нас в ассортименте уже 140 подключенных издательств, но пока этого недостаточно. То есть здесь нужно работать именно над ассортиментом. 65, 10, 99, 6. Альберт на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот вопрос к представителю магазина Азон. Он только что так красиво говорил, что вот вы бы, они бы с удовольствием выпускали бы все книги и так далее, и так далее. Но я сам являюсь автором книги «Первомайка» Зарипов Альберт Маратович. Еще раз повторюсь. Я вот являюсь инвалидом войны первой группы зрения, то есть совершенно светлым человеком. Пострадал во время первой чеченской кампании. Наразал книгу «Первомайка», выпустил ее на свои деньги, реализую ее по мере своих сил. И вдруг узнаю, что на портале Азон нашлись люди, которые продают такую же книгу «Первомайка» под моим именем и зарабатывают деньги. Как это вы воспримете? Понятно. Михаил. Нам сложно ответить, потому что я, если честно, не знаю, что это за книга. Мы по каждому подобному обращению разбираемся и всегда честны и открыты как перед пользователями, перед нашими, так и перед правообладателями. Поэтому я думаю, что в данной ситуации надо просто обратиться в службу поддержки «Озона» и указать на этот факт, и мы разберемся. Ну да, я думаю, просто Альберту, вот его уже нет на линии, можно было спросить, связывался ли он с «Озоном» по этому поводу и, собственно, был ли какой-то официальный запрос. Напомню, что у нас в гостях руководитель цифровых продаж «Озон.ру» Михаил Осин, совладелец издательства «Манн» Иванов и Фербер, Михаил Иванов и литературный обозреватель журнала «Афиша» Лев Данилкин. И говорим мы о бумажных, о цифровых книгах, о том, как их покупать через интернет и что изменится в России с той поры, как к нам пришел Amazon.com. Уйдем на перерыв. Добрый вечер, программа «Археология». У нас в гостях сегодня Михаил Иванов, издательство «Манн» Иванов и Фербер, Михаил Осин, «Озон.ру» и Лев Данилкин, журнал «Афиша». «Говорим мы о цифровых и бумажных книгах и о том, как они продаются через интернет, в том числе через приходящий сейчас в Россию магазин Amazon. 65 10 99 6, код Москвы 495. Позвоните нам и скажите, может ли электронная книга заменить бумажную? Читаете ли вы все больше сейчас электронные книги или аудиокниги? И могут ли они вам заменить бумажные книги? А я хочу вот какой вопрос пока поднять. Вот то, что в связи с последним звонком нашего слушателя было. Вопрос пиратства. Особенно в связи вот с электронными книгами. Насколько вообще в России возможно минимизировать ущерб от пиратства? Особенно в связи вот сейчас с приходом Амазона. Ну и что, человек купил электронную книгу, и она же, наверное, не запароленная будет продаваться. Тут же ее выложил в интернет. И практически при нашей практике правоприменения никаких последствий не следует. Что с этим делать? Что делать с пиратством и копирайтом? Лев? Я не думаю вообще, что единственный возможный предикат к пиратству это наносить ущерб. Я думаю, что вообще речь идет, если мы разговариваем о цифровых книгах, то уж тем более в России, то продавать не единственный, как бы глагол, который на самом деле используется. Это способ распространения книг. И я вас уверяю, что при всем уважении Амазон, конечно, не является основным поставщиком электронных книг в России, просто потому, что 95, а может быть, даже и больше поставляют пираты. И я не вижу в этом ничего особенно дурного. Потому что вот есть такие условия. В России бизнес делается подобным образом. Мы все знаем, что есть определенные правила игры, я не знаю, и в нефти. А в книгах они стоят в том, что здесь ваши книги украдут. Если вы издатель, и у вас есть электронная копия вашей книги, то ее украдут. И это ваша проблема, как сделать ваш бизнес прибыльным, при том, что в такой ситуации. Я думаю, поскольку я нахожусь по другую сторону, то я думаю, что пиратство – это крайне благоприятный, вот этот расцвет пиратства нынешний – это крайне благоприятная ситуация для российского читателя. За счет комбинации вот этой моды на гаджеты и доступности книг, вот этот тот уровень чтения, который не самого престижного вид досуга, он все-таки держится на каком-то уровне. И опять же, на круг, я думаю, что и пираты, благодаря пиратам тоже, как это ни парадоксально, держатся многие маленькие издатели. Просто потому что интерес к чтению в обществе находится благодаря пиратству на определенном уровне. — То есть благодаря тому, что человек пиратским образом какие-то тексты получил, он рано или поздно придет и купит легальную книгу. — Да, рано или поздно он придет и купит легальную либо бумажную книгу, да. Вот, может быть, не знаю, если вы продаете новую Пелевину, то за счет того, что много-много раз человек крал его предыдущие романы, да, следующий новый роман он пойдет и в первую неделю купит, просто потому что ему будет приятно отдать автору какое-то количество денег. И тем более для России, да, с колоссальными расстояниями, с сложностями доставки, с отсутствием, вот с этой ужасной почтой, которая ничего на самом деле не возит, да, пиратство — это хороший способ читать книги в России. Я сто процентов за пиратство. — Что скажут купечества представители индустрии? Михаил Иванов. — Ну, я здесь не вижу такой связи, что если человек все время пиратствует, то когда-нибудь он возьмет и перестанет пиратствовать. Я думаю, что здесь есть разные типы людей, есть злостные пираты, которые за деньги-то, то есть и бесплатно-то они скачивают, и не читают, и как такие плюшки накапливают, накапливают, накапливают количество копий. — Это особенно обидно. — Да, и они не купят за никакие деньги. А есть люди, которые пиратствуют просто потому, что невозможно купить легально, или это неудобно купить легально. Есть хороший пример вопрос курицы и яйца. Есть наше издательство, есть другое издательство. Мы продаем свои книжки в незащищенном виде, а другое издательство не продает в незащищенном виде, тебе нужно установить только их приложение и читать с экрана. И на мой взгляд, здесь совершенно две разных идеологии. Например, «Гарри Поттер» не продается легально в электронном виде, его нельзя купить. А столько книжек «Гарри Поттера» хранить дома мы не хотим. — В России не продается. — В России не продается. — Кстати, ты не можешь купить в цифровом виде легальный «Гарри Поттера». Если бы он продавался, я бы его купил. А поскольку он не продается, то есть моя жена прочитала нашей дочери всего «Гарри Поттера» с экрана iPad. Вопрос курицы и яйца. Если будет удобный сервис, в принципе, сейчас сервисы довольно удобный, если будет довольно большой ассортимент, то я практически все сейчас покупаю легально, включая музыку. Здесь можно привести некую связь, некую параллель между индустрией книжной и индустрией музыки. Музыканты в основном сейчас зарабатывают не за счет продажи своих дисков или записей, а за счет концертов. К сожалению, очень немногих авторов могут зарабатывать за счет своих выступлений. — Ну да, подписаясь сессии с подписоавтографами и так далее. Эндорсменты. — Здесь чуть другая ситуация. И если представить ситуацию, что есть только пиратство, то через какое-то время в индустрии совсем не остается денег, ну и пишут те люди, которые по-другому просто не могут. Например, тот же самый Жванецкий, он может раздавать свои книжки бесплатно, потому что он зарабатывает на концертах. Ну или Быков может позволить себе такую штуку сделать в художественной литературе. А люди, которые делают там профессиональные книги, инженерные книги, они не могут так сделать. — Да просто правда ли, что писатели просто пропадут после того, как их книги перестанут покупать? А будут только сказать, конечно, нет. Потому что люди пишут совершенно не только из-за денег. — Нет, абсолютно не только из-за денег. Но есть те люди, для которых это значимая часть их дохода. — Вот как раз в связи с этим вопрос есть у Михаила. Телефон наш, напомню, 651099,6. Вопрос к Михаилу Осину, руководитель цифровых продаж ozon.ru. Михаил, слушаем вас. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Другой вопрос. У меня дядя биолог, профессиональный, он пишет книги. Но он достаточно уже пожилой. Он их, причем, печатает. Он в Сибири живет, там про зверей Алтая. И он ко мне обращается и говорит, помоги мне продать. Он их какими-то тиражами печатает. Я вот думал, что такая литература, редкая, наверное, как раз через озон, который работает с этим длинным хвостом, который вы упомянули, правильно попробовать продать. Но я так понял, что не работаете вы с маленькими тиражами. Может быть, как раз с помощью вот этого там диджитал сервиса по печатанию можно это продавать. — Спасибо. — Михаил, спасибо. — Хороший вопрос. Мы действительно в печатных книгах с совсем маленькими тиражами просто физически не можем работать. В цифровых книгах ситуация намного проще. Но у нас нет пока системы селф-паблишинга. И вообще в России пока никто это не сделал на должном уровне. Однако я знаю, что сейчас готовится к запуску несколько проектов, неплохих проектов, которые как амазоновский CreateSpace, сервис, который позволяет автору самому зарегистрироваться, загрузить свою книгу, отредактировать ее, сделать обложку. Скоро такие сервисы появятся. И поэтому возможность продавать книги даже в небольших количествах, ну она и сейчас, в принципе, есть. Там те же сайты, такие как Stichiro, Proser, они такую возможность дают. Магазины как Озон с удовольствием будут такие книги продавать. Мы витрина, мы... — То есть вы предоставляете полки. Если человек заходит с товаром и говорит, вот у меня есть маленькая партия такого товара, вы предоставляете ему вот это вот столько-то метров полки. — Да, совершенно верно. И это касается не только цифровых книг, это касается любых товаров. Все, что можно продавать, все, что интересно нашему пользователю, мы готовы продавать. Главное, чтобы это у нас было, и самое главное, чтобы у нас на это были права. — В этой связи я хочу вообще понять, какое будущее... Вот мы сейчас такое интересное такое читательское, издательское будущее рисуем, когда человек может сам, минуя большое издательство, издать некую ограниченную тираж своей книги, загрузить каким-то образом ее на большой портал, типа Амазона или Озона, и люди будут покупать. А какая судьба в этом отношении ждет вообще тогда издательство и книжные магазины, традиционные посредники между писателем и читателем, если у нас такая сетевая экономика наступает? — Ну, если в абсолюте развитие ситуации, то издательство становится таким провайдером услуг. То есть если человек написал книгу, ему нужно ее отредактировать, сверстать, сделать иллюстрации, поставить в магазин. То есть издательство может выйти из бизнеса, связанного с инвестированием в книги, в бизнес, связанного с оказанием сервиса. Во-первых, это самый крайний вариант. Другой вариант связан с тем, что все-таки контента очень много. И издательство является некоторым фильтром на пути к тому, что если ты покупаешь книги определенного издательства, ты представляешь себе, что за этим стоит большая работа. Потому что на самом деле сейчас, на мой взгляд, самое ценное то, что читатель инвестирует в книги, это не те деньги, которые он платит, пускай это будут 500-600 рублей за книгу. Это то время, которое он инвестирует в эту книгу. И если есть издательство, которое отбирает для него хорошие книги и готовит их хорошо, то он, наверное, готов что-то за это платить. С другой стороны, есть бренды авторов, и такие авторы, как, я не знаю, там, тот же самый Пелевин или Стивен Кинг, они уже могут напрямую продавать, и они так и делают, напрямую продавать права на электронные книги самостоятельно, на такие площадки, как Озон, Литрес, другие площадки. Оставлять всю сложную работу, связанную с печатанием книг и с дистрибуцией физических книг и в издательство, а цифровые книги продавать самостоятельно. Ну да, они продаются даже с Пелевинского сайта. Например, вот я заметил, например, функция копирования, копипейс не работает, да, на Пелевинском сайте, нельзя текст выделить и скопировать. Говорит, извините, по тысяче причин, которые мы здесь не можем объяснить, как типа функция копипейс не работает. То есть они продают в этом смысле. Вы знаете, еще вот такой вот вопрос в связи с тем, что мы говорим об Озоне, об Амазоне, как о некой такой новой сетевой распространенной форме ведения бизнеса, ведь появляется же еще очень большая, как бы так сказать, функция рецензий, рецензентов. Ведь Амазон, в Озоне это очень мало развито практически, я просто сравниваю с количеством рецензий, которые я вижу на какую-нибудь книжку на Амазоне, там на серьезную книгу бывает, там, не знаю, пара сотен рецензий. Вот, причем там из известных рецензентов, некоторые уровни, там, я не знаю, New York Times, там, Review of Books и так далее. Вот, так что в этом отношении появляются очень большие возможности рекомендательного сервиса. Совершенно верно, и на самом деле в Озоне это действительно есть. Конечно, если сравнивать нас и Амазон, они все-таки сильно намного крупнее, у них намного больше базы пользователей, соответственно, большее количество рецензий, отзывов. Но это есть, и не только у нас, по большому счету, почти у любого интернет-магазина более-менее крупного такая система есть. Здесь вопрос пользовательской активности. Некоторые магазины поощряют пользователей за написание рецензий и отзывов. Это действительно помогает бизнесу. Какие-то бонусные баллы дают? Да, есть такие магазины, которые дают баллы, за которые потом можно те же самые книги купить. Ну да, они, собственно, выполняют ту работу, которую могли бы выполнять штатные там рецензенты или там консультанты компании, описывая тот или иной товар. Лев, а вы предвидите некий всплеск такой рецензионной активности и комментирования в связи с приходом? Да, я думаю, что это вообще одно из самых важных последствий вот этого потенциального пришествия Амазона в России. Это бесконечное количество рецензий на каждую книгу. То есть вот этот сайт Амазон, он встанет стать... Сейчас же ужас положения, в котором оказались, то, что вы приходите в книжный магазин, и на каждой книжке написано, что я самый лучший, я получил все премии, я вышел только что, купите мне прямо сейчас. И поскольку человек, который приходит в книжный магазин, он испытывает шок от того, что он не встанет сделать выбор. А вот самое ценное, на самом деле, что сейчас есть, мне кажется, это инструменты, каким образом можно сделать выбор. И в этом смысле вот Амазоны так по амазоновским рецензиям, даже их по количеству, там 200 или там 2, уже можно понять, какого статуса книга, которая выставлена. И в этом смысле предшествие Амазона означает появление нового, очень существенного рекомендательного инструмента, на который можно ориентировать центрального, такого же центрального, как литературные премии, как мнение каких-то ведущих, литературных критиков и так далее. Это вот очень важная вещь. Хотя, конечно, разумеется, да, вот все, что касается графоманов в литературе, вообще, разумеется, они здесь что-то и графоманы в книжном, в деле рецензирования, да, и вы не можете, как бы, отличить вменяемого рецензента от графомана. Ну, вот, по количеству существует какой-то ряд признаков, да, по которым, можно сказать, важную книгу, а это неважная. Ну, да, лайкают рецензии, так сказать, есть количество у вас на сайте афиши, количество спасибо, которые, да, собрал рецензент. По разным параметрам вы в состоянии оценить, и Амазон — это такой центральный орган, да, вот в том, что касается отделения важных книг от неважных. Я надеюсь, что здесь тоже эта функция будет работать. Ну, да, здесь действительно, еще раз подчеркнуть, господи, совершенно не в качестве рекламы, но просто действительно понять, насколько вот этот вот портал, он абсолютно описывает неограниченные возможности новой цифровой экономики, которая соединяет вас с нужным товаром. Во-первых, она не только предлагает вам этот товар, она вам дает возможность гораздо ближе познакомиться с этим товаром, и мы можем принять гораздо более информированное решение. По поводу книги, по поводу фильма, да, можно посмотреть, кому из ваших друзей, если, скажем, там, наверное, есть функция, там можно в Facebook там или ВКонтакте залогиниться, соединить и сделать плагин, и посмотреть, кто из ваших друзей читал или рекомендует эту книгу. То есть здесь появляются совершенно фантастические возможности. Конечно, Амазон — это еще и по сути социальной сети, да, в которой приходит, кажется, площадка для общения, да, посредством, вот существует некая книга, и в рецензировании принимают участие там какой-то там сотни и сотни пользователей. Это тоже важная вещь. Людям нравится, да, общаться с людьми нравится, когда их мнение, одно дело написать какую-то рецензию на там стихи ру, которые, может быть, прошут, а может быть, нет, а на Амазоне прошут наверняка, да. Ну да, так называемый коллаборативный контент генерируется, причем абсолютно, ну, это действительно, это уже какая-то новая постматериальная и в каком-то смысле посткапиталистическая экономика, когда люди добровольно отдают свое время, отдают свой труд, который они могут разделить с миллионами других пользователей. То есть вот это вот суть этой сетевой коллаборативной экономики, когда ты работаешь не за деньги, а просто создаешь общественное благо, будь то публикация текстов или написание рецензий. 65 10 99 6, телефон нашей студии прямого эфира. Вот вы знаете, последний вопрос, который я хочу задать нашим слушателям, во сколько у нас уже минут пять всего осталось, где вы покупаете книги, где вам приятнее покупать книгу, в книжном магазине или вот как сейчас мы расписали преимущество покупки книги через интернет, когда ты можешь гораздо более информированно, или вам нужно все-таки поддержать вот этот вот брикетик, вот эту вот бумажную сущность в руках в книжном магазине. Итак, покупка книги через книжный магазин или через интернет? 65 10 99 6. Ну а в целом, уже говоря, так если заглядывать в будущее футурологически, как вообще вы видите будущее чтения? Как мы будем читать, положим, там через 10 лет? Хотя, конечно, в этой сфере очень тяжело загадывать на такие длинные интервалы 10 лет, но все же, вот как каждый из вас видит будущее чтения через 10 лет? Михаил Иванов. Ну, мне кажется, чтение упростится. То есть, если сейчас погиб... Какое-то время назад были романы, в которых 500 героев, то сейчас будут романы, в которых очень небольшое количество героев. То есть, такая эпоха Твиттера. Длинные тексты, длинные толстые книжки будут пугать людей. И, мне кажется, будет такое вот именно в бумажных книжках конвергенция такого визуального ряда с текстом. Тексты станут более короткими. Но все равно чтение как активность наверняка останется. И визуализация книги, да? Как вот есть такие, так сказать, скажем, «Алиса в стране чудес», да? Такие мультимедийные книги появляются, да? Когда там игра текста с образом. Ну, вы имеете в виду, это приложение «Алиса в стране чудес»? Да, приложение, да, целое. Да, я согласен. Но на самом деле, больших пока, вот многие издательства экспериментируют с приложениями в виде книг, но больших побед особо ни у кого нет, потому что это такой большой пузырь. То есть, эта разработка стоит дорого, а продаж там немного. Но я имею в виду, что даже бумажные книжки станут более визуальными, чем они сейчас есть. Понятно. Михаил? Я тоже согласен с тем, что, скорее всего, а уж через 10 лет точно мы увидим более мультимедийные книги. И я даже больше скажу, скорее всего, книги разделятся на два подтипа. То есть, чисто текстовые книги и книги, которые мы сегодня даже книгами назвать не можем. То есть, это текст, видео, музыка, и вот это все внутри. В принципе, тот же третий EPUB, который сейчас уже можно читать на том же iPad, он все это позволяет делать, но пока это действительно не выросло в какую-то большую историю. Но через 10 лет точно выросло. То есть, гиперссылки встроены, ты, так сказать, книгу вглубь можешь читать. Да, это уже будет такой все, некие слои текста, слоеный пирог. Лев? Я верю в то, что... в литературу, да, в то, что... Литература есть лучший способ рассказывать странные истории, да, которые не может заменить ни кино, ни какой-либо другой визуальный тип искусства. И я думаю, что у писателей, таких хороших писателей, есть бесконечное количество трюков, да, как сделать свою книгу занимательной, с пятьюстами героями, там, с миллионом или с одним, да. Всегда в распоряжении человечества будут какие-то странные истории о столкновениях, о конфликтах с чем-то таким, рассказать о чем идеально с помощью книги, с помощью литературы. И поэтому все будет... Жанры будут меняться, но все не останется. Да, литература остается. Можем очень коротко принять еще звонок. Елена, слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Очень коротко, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела бы поблагодарить собравшихся в студии, потому что очень приятно слышать такое количество молодых людей, занимающихся профессионально и очень, так скажем, во всяком случае, издательство Иванов, вот Михаил Иванов, действительно им признателен, потому что очень много литературы. Я покупаю именно ввиду того, что их рецензия будет. Ясно. Елена, спасибо большое. У нас время, к сожалению, подходит к концу. Так сказать, верьте, звонок не заказной. Нас тут всех похвалили. Но может быть, потому что вот эти молодые люди все имеют дело с книгами. Так что, господа, читайте книги, слушайте Финам.ФМ, программа «Археология». Доброй ночи и удачи.